Всем уютный домашний привет. 2 августа лучше всего проводить дома, в покое и вдали от парков с фонтанами, дабы не мешать гордости вооруженных сил в лице бойцов воздушно-десантных войск культурно отмечать свой профессиональный праздник. В этот замечательный день Анкл Иван поздравляет свою сестрюню Любу Литвину с 25-летием, а я могу лишь скромно присоединиться к поздравлениям и напомнить, что вы смотрите Инфакт на СтопГеймеру. Начнем мы с анонсирующего трейлера. На ваших экранах Сина Сакрифайс Фор Эдемпшн. Ролевой экшен, посвященный, как это нынче модно, битве с боссами. Создается он силами студии Darkstar Games, которую некогда основали художественный руководитель Ubisoft, технический художник Blizzard и старший программист Konami. Главному герою боевика, Адаму, предстоит спасти свою душу путем изничтожения восьми противников, семь из которых олицетворяют смертные библейские грехи. Фича проекта заключается в том, что перед каждым боссом игроку приходится выбирать, какой основной характеристикой пожертвовать. И каждый последующий бой, как следствие, становится все сложнее и сложнее. Да и концовка будет зависеть от того, как главный герой взаимодействует с боссами. Антураж а-ля Dark Souls, надеюсь, описывать не надо, и так все видно. По таким декорациям уже в первом квартале 2018-го и предстоит гонять Адама, пользователям ПК, PS4 и Хуана. Локализация на Великий и Могучий заявлена. Самый зимний из всех летних релизов этого года состоялся накануне. Канадский по всем параметрам выживастик The Long Dark вчера вырвался из чистилища под названием «Ранний доступ Steam» и обзавелся сюжетной кампанией, подаваемой в эпизодическом формате. В придачу к этому авторы игры состряпали и визуальную поэму, или, если хотите, Элегию, или Элоджи, с реальными съемками и живыми актерами. А теперь так и вообще объявили о полноценной экранизации The Long Dark. Во главе производства стоит Джереми Болт, продюсер таких щедевров, как полнометражные «Обители зла», «Dead or Alive», «Смертельная гонка» и «Пандорум». Ну ладно, «Пандорум» был неплох. Режиссерское кресло пока что пустует, как и место сценариста, но уже известно, что Рафаэль Ван Лироп, автор игры, будет принимать непосредственное участие в создании сценария. Сам Ван Лироп заявляет, что короткометражка, которую вы все это время наблюдаете, именно тот по тону и настрою продукт, каким он хотел бы видеть экранизацию. Но от авторов оригинальных игр в таких вопросах зависит чуть меньше, чем нихера. Так что вспоминаем «Обители зла», «Dead or Alive» и так далее. Кстати, об «Обители зла». Как бы невзначай, как бы к слову пришлось. Resident Evil Revelations, та что первая, давно уже собиралась на консоли текущего поколения. И вот, дорожные сумки собраны, билеты куплены, на вокзал PlayStation 4 и Xbox One состав прикатит 29 августа. Картинка похвастается разрешением 1080p, улучшенной кадровой частотой и повышенной детализацией окружения. А все DLC будут внедрены в виде открываемых предметов. Nintendo Switch продолжает потихонечку отвоевывать себе место под солнцем, так что и к ней в гости Revelations наведается. Причем обе ее части, в виде Resident Evil Revelations Collection. Будут ли задействованы в этом переиздании геймплейные особенности платформы, неизвестно. Известно, что DLC будут включены в состав коллекции, а стоить она будет 40 бачей. Но можно купить и каждую из Revelations отдельно, по 20 долларов за штуку. После оглушительного успеха Mass Effect Andromeda, Electronic Arts поняла, что расти студии BioWay Montreal уже некуда, уходить нужно на пике популярности. Так что издатель данное подразделение порезал, раскидав часть сотрудников, если верить недавним слухам, по коллективам, занимающимся играми во вселенной Звездных войн. На днях слухи эти подтвердились, а Electronic Arts заявила, что остатки кадров BioWay Montreal целиком и полностью переходят под командование Джейд Реймонд и ее студии EA Motive. Это то самое подразделение, что специализируется в данный момент на играх по Star Wars. Участвует в создании второй Battlefront и в разработке все еще безымянного боевика от Visceral Games. Так что за судьбу игр в джедайской вселенной можете не переживать, они в надежных и проверенных временем руках. Непостоянную, как погода летом 2017-го рубрику «Бета дня» сегодня захватывает Дредноут. Условно-бесплатный сюжетно-многопользовательский экшен со здоровенными звездолетами в главных ролях добрался до стадии открытого бета-теста на PS4. И это все, что я могу сказать по данной теме, пожалуй. А вот авторы Hellblade, распробовавшие формат дневников разработчиков, никак не могут остановиться. 8 августа в комплекте с игрой покупатели обнаружат 25-минутную документалку, повествующую о том, как разработчики воссоздавали психические расстройства главной героини. Тизер данного фильма создатели Hellblade выложили накануне в сеть. Перейдя по ссылке в описании, вы сможете с ним ознакомиться. И с очередным геймплейным отрывком из Hellblade тоже. Вообще, у нас там целый сайт с блэкджеком и блогами. Stopgame.ru называется. Ну вот, на его просторах и встретимся. Покедало.